Ну и в переговорный процесс по Донбассу скоро с новыми силами вернется Германия. Еще в сентябре прошлого года там состоялись парламентские выборы. И вот все это время, то есть целых 4 месяца, не удавалось создать новую коалицию. Напомню, в этой стране именно от формата коалиции и условий коалиционного соглашения полностью зависит политика государства. В минувшую среду немецкие политики наконец-то объявили. Им удалось договориться. Причем любопытно, в этих договоренностях нашлось место и Украине. Итак, что конкретно Ангела Меркель и ее партнеры по коалиции обещают нашей стране? И что будут от нас требовать вот взамен? Давайте узнаем у нашего корреспондента в Берлине Татьяна Лагунова на связи со студией подробностей недели. Татьяна, приветствую. Как вообще получилось, что Украина упоминается в договоре о коалиции в Германии? И что это означает для нашей страны? Алексей, ну в принципе в немецких коалиционных соглашениях другие страны упоминают. Обычно это очень подробные документы. На сотни страниц в них прописывают не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны. Но очевидно, что в этот раз Украине уделили куда больше внимания, чем прежде. И это не просто декларация или какое-то упоминание вскользь. Украина идет отдельным большим пунктом теперь к содержанию. Общий смысл. Германия выступает за территориальную целостность Украины и готова поддерживать нашу страну как дипломатически, так и финансово. В том числе и при восстановлении Донбасса. Но эта помощь не будет просто подарком. Взамен Берлин ждет от Киева реформ и борьбы с коррупцией. И предупреждает, помощь будет предоставляться только при выполнении жестких условий. Есть в коллекционном соглашении и отсылках к минским договоренностям. Официальный Берлин напоминает, они должны быть выполнены полностью. И призывают к этому и Россию, и Украину. Есть здесь также и обещание и дальше тесно сотрудничать с Францией по украинскому вопросу в рамках нормандского формата. Кстати, первая после долгой паузы встреча нормандской четверки может состояться уже на следующей неделе на полях уже традиционной мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Там готовят переговоры на уровне министра иностранных дел. Алексей? А вот здесь, кстати, интересно, кто будет представлять Германию в Мюнхене? Уже новый министр иностранных дел. И вот вообще, можно вот сейчас сказать, что эпопея с формированием правительства в Германии ну точно завершилась. Все-таки 4 месяца переговоров были и непростых переговоров. Не получится ли так, что вот опять все сорвется? Ну, во-первых, если главные дипломаты нормандской четверки таки встретятся в Мюнхене, то представлять Германию будет действующий министр Зигмар Габриль. Да и кто будет новым министром, вообще пока непонятно. Сегодня Мартин Шульц из-за критики однопартийцев неожиданно отказался от этой должности. Но в любом случае новое правительство Германии вступит в свои полномочия не раньше середины марта. Формально коалиционный договор еще должны одобрить все члены социал-демократической партии. Главного партнера Меркель по коалиции это 460 тысяч человек. Впрочем, здесь больших сюрпризов не ожидается. И, в принципе, можно сказать, что вся эта коалиционная эпопея практически закончена. И да, в Германии уже бурно обсуждают новый Кабмин. И говорят, что Ангела Меркель за четвертый канцлерский срок заплатила слишком высокую цену. Социал-демократам отдали шесть министерств. Среди них ключевые иностранных дел, финансов и юстиции. Еще три ведомства, включая МВД, получили другие партнеры по блоку ХСС. И это не считая десятков других политических уступок. К нам было два ключевых требования. Наконец-то сформировать стабильное правительство и в ходе переговоров думать про интересы людей. И я уверена, что мы справились и воплотили в коалиционном договоре эти пожелания. Создали базис для стабильного правительства, которое от нас ожидает страна и многие в мире. И разработали рабочий план, который позволит улучшить жизнь Германии. Социал-демократы достигли многого. ХСС тоже. Но вот ХДС выглядит довольно бледно. Они думают, пока у нас есть популярный канцлер, фрау Меркель, с нами ничего не случится. Это уже успех. За такие щедрые куски властного пирога, которые получили партнеры по коалиции, Ангелу Меркель уже очень громко критикуют и в рядах собственной партии. Мол, отдала все, что можно и как вообще управлять таким правительством. Так что следующие четыре года канцлеру явно придется не сладко. Но все-таки это будут еще четыре года Ангелы Меркель. Алексей? Все понятно. Спасибо, коллега. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, отвечала на мои вопросы. Продолжение следует.